Именно так все это работает, то есть Activity это конкретный экран, а фрагментами могут выступать различные участки экрана, которые вы планируете загружать в любой Activity, в любой экран. То есть, в зависимости от того, какое поведение у клиента, что он делает, вы можете подгружать различные фрагменты, то есть, это такое динамичное управление вашим приложением. Да, и не забывайте обновлять через SupportFragmentManager вот эти элементы. Также не забывайте, что у вас будет инструкция под видео по этому всему. И сейчас остался у нас такой еще один нюанс. Я вам рассказывал, как передавать данные из одного Activity в другое. Также можно передавать данные из фрагмента в фрагмент, из Activity во фрагмент, из фрагмента в Activity. У вас под видео будет также белая книга о том, как это можно сделать. В общем, вас ждет куча инструкций. Которые необходимо вам изучить и попрактиковаться. А в следующем блоке мы уже начнем с вами знакомиться с правильной организацией работы с View. Вы узнаете о том, почему лучше использовать одно Activity на все приложение. И подгружать туда фрагменты. И узнаете об очень крутом компоненте.